Продолжаем наш выпуск. Период пандемии стал еще одним серьезным испытанием для людей с нарушением зрения. Ограниченное общение с миром, изменен привычный уклад жизни. Именно для таких людей в нашей области осуществляется социально значимый проект «Онлайн-формат для незрячих». Благодаря ему будут созданы все условия для включения местных организаций Всероссийского общества слепых и инвалидов по зрению в современную цифровую среду. Комплект новой компьютерной техники накануне получило Муромское отделение ВОЗ. Станислав Николаевич состоит в местной организации ВОЗ уже более двух десятилетий. Будучи технарем по складу ума, да и по профессии тоже, слабовидящий человек общается с компьютером на «ты» уже 15 лет. Новому набору техники, доставленному накануне в Муромское отделение, он не просто обрадовался, а ценил по достоинству. Я когда первый раз увидел компьютер в обществе, это было здорово. А этот уже современный, очень легкий системный блок, это хорошо. Ну а монитор отличный, размерово вполне комфортный для работы. Все необходимое есть в колонке, есть веб-камера, есть клавиатура полная, нормальная, неусеченная какая-то. Так что, конечно, я очень доволен. Учредителями проекта «Онлайн-формат для незрячих» выступила Владимирская областная организация Всероссийского общества слепых и департамент социальной защиты населения администрации 33-го региона. Компьютер нам позволит проводить разные видеоконференции с областной организацией, общаться по скайпу с нашими членами ВОЗ. Они также теперь смогут участвовать и в областных каких-то дистанционных мероприятиях. Очень значимым для незрячих людей станет возможность принимать участие в проходящих в онлайн-режиме социокультурных мероприятиях. Мы здесь установим специальную программу «Тим Ток», которая позволит, например, в Муромске наши самодеятельные артисты, поэты, здесь у нас есть и исполнители песен. Они могут здесь выступать, а все их будут видеть и в Александре, и в Кольцюгине, и в Корове, и в Кустане и так далее. В том числе и в Москве можно подключаться по всей России с этой программой «Тим Ток». Для реализации всех задач проекта современная компьютерная техника будет передана во все местные организации 33-го региона. Таких в области насчитывается 9, где зарегистрировано порядка 2000 инвалидов по зрению. Елена Петрова, Николай Молоденов. Наши новости.